всем приз брали аки с вами я stalker баннерщик это вилл ту лайф я продолжаю выживать в этом опасном и неизвестном для меня еще мире ну что я купил себе по пыша как видите и оптику но обо всем по порядке в принципе я достиг 8 уровня и мне стал для покупки доступен ппш я его и купил купил ппш продал с кс не особо мне зашел здесь ппш то ппш здесь тема и прикупил на него коллиматор очень даже неплохо теперь у меня два ствола под один патрон это т.т. и ппш я продал дробовик продал с кс все это пока не нужно дробовик я буду покупать другое но когда достигнут определенного уровня пока вот у меня ппш и дошел я до картона кузьмича он находится недалеко от базы от солнечного города но пойду я немножко дальше вот именно в эту точку по одному заданию журнал заданий задание называется в знак благодарности мне нужно добыть ствольную коробку возможную можно найти в застрявшем военном конвой на болоте квадрат g45 за этот квест дается опыт 7000 и деньги но деньги меня сейчас особо пока не интересует а вот опыт 7000 очень даже неплох да конечно там скорее всего а очень опасно я пока с удашел до кордона повстречал какого-то супер мутанта кабана я в него два магазина ппш высадил меч и сожрал но я убить его так и не смогу даже урон по нему не проходил такой здоровый серый кабан обвешены какими-то непонятными мутировавшими вещами там жести где-то вот в квадрате где же я постричал вот деревня собачевка где-то вот я здесь постричал в квадрате g3 f3 где тут в этом квадрате давайте поставим маркер чтобы знать хочу я туда вернуться и посмотреть может быть все таки найду я его и попробую пить прям уж очень мне понравился любом случае случае . возрождение находится здесь у меня на кордоне кузьмича у него есть некоторые товары можно купить и вот он кузьмич стоит а задание не только товары показывает задание никаких не дает такая вот . сохранение . где можно переждать непогоду так сказать отдохнуть прикупиться аптечки купить патроны в общем я хочу вернуться на ту точку где я видела этого кабана и попробуйте убить очень уж мне понравился такой зверский кабан но если честно я еле от него убежал бы жуть просто если найду попробую бить не у не найду или не убью то ладно вернусь я на кордон кузьмича и продолжу дальше а свой путь атмосфера тут конечно тут уже лес так ну что пойдем по дороге ну да в принципе пойдем по дороге ппш конечно вещь плюс если поставил точку чтобы стрелять не прицеливаясь не особо конечно хорошо видите откидывать но вот прицельно стрелять можно но это конечно лучше использовать вблизи а вдаль коллиматор в общем весь вещь прям ппш мне зашел на ппш везде рулит особенно для начинающего сталкера ппш это та самая машинка тот самый ствол который нужно брать с собой всегда ну и конечно хороший дробовик нужен на дробовик и я в принципе заработал сколько медеем 9000 9000 вот даже можно стрелять одиночными прям вообще великолепная ну и конечно 71 патрон в магазине это что-то значит просто вещь конечно патрон не того калибра который хотелось бы но это уже другой уровень это кола и до калашей мы еще не доросли со временем будет и калаш а следующая моя цель это купить mp133 принципе я буду полностью экипирован хороший пистолет пулемет будет пистолет ножик ну и дробовик ладно идем искать этого кабана просто хочу еще раз его увидеть он на меня напал так неожиданно я аж испугался начал стрелять но он не умирает я раз высадил магазин второй и потом попытался от него убежать но в итоге успешно свалил я от него где-то здесь он обитал такой серый здоровенный кабан хочу его найти хотя бы сдалека посмотреть на него ну в лоб он не убиваем и вообще его нужно наверное убивать когда сбоку заходить или сзади на него мощная конечно зверюга это не рядом с городом шляться чем дальше в зону тем сложнее и опаснее но у меня и ствол уже получше вон он вон он нет это обычный кабан матерком нет это не тот это матерый кабан давайте матерого кабана хотя бы нет этот обычный кабан это не то а вот был именно прям зверский такой кабаняра так ну что матерого кабана нужно облутать посмотреть что-то нет это не тот не тот кабан там был прям вообще зверюга всем кабанам кабан наверно где-то здесь он был неожиданно на меня так напала и куда-то потом убежал ну я его подранил немножко но прям слегка слегка он реально какой-то мощный пойду искать чужми охота его завалить может быть там что-то интересное плюс я как раз присматриваюсь кастомизации экипировки тут можно красить оружие можно красить экипировку а для этого нужно немного денег но много разных компонентов всякий там панцирь и ящика какие-то блин непонятны для меня пока еще компоненты часть компонентов я купил на доске stalker и продавали недорого в принципе стоит можно закупиться но вот панцирь ящера доски не продавался в комиссии не мог я найти вот даже не знаю есть такой в продаже нет если нет наверное это очень редкая штука для покраски на любой вещи как раз вот этот компоненты нужен но да ладно это мы в дальнейшем наверное все прикупим ну или может быть сами найдем объем кабана хочу найти этого какой-то прям мутант зверский был сейчас пошарить в окрестностях если ничего не найдут то свалю отсюда но я шел помню по дороге вот через собачью деревню и встретил как раз на дороге где-то вот здесь нет не вижу не вижу я не думал что такие мутанты тут есть прям ну реально зверски которые сложно убить я по этой дороге шоу давайте посмотрим ну да вот собачьей деревне это вот здесь я проходил где-то вот здесь я постричал его вот я помню еще срезать хотел где-то на пригорке вот его встретил пойдем дальше раз уж нету кабана то будем преследовать свою цель получить 8000 опыта не знаю получится ли найти эту ствольную коробку может быть проще был где-нибудь купить но я как-то не посмотрел на доске если они в продаже может быть и есть может быть и нету но интересно самому дойти посмотреть тем более это далеко там я еще не был это для меня интересно да много тут конечно неизведанного решил я пока на время прекратить свои поиски в шахте но туда я по-любому зайду так как нужны ресурсы по многим квестом который как раз там находится нет не вижу я кабана но и фиг с ним может быть и действительно не стоит с ним встречаться лишний раз а рано или поздно я его найду и убью как конечно же мелкие зверюги бегают единственный минус конечно же в ппш это большой расход патронов то есть когда пистолетом дроби стрелял ты все таки экономии стрелял чем здесь но в критические ситуации ппша тебя спасет вещь вещь просто вещь зверский пистолет пулемет мы погнали на кордон кузмича я заходить больше не буду здесь вот недалеко какой-то мир он еще стоит это самая дальняя точка куда я заходил в своих странствиях по этой аномальной зоне поэтому дойдем до него сначала посмотрим от него уже будем топать дальше по идее тут недалеко до той точки до которой мне нужно дойти но не знаю не знаю рекомендуемый уровень двенадцатый для выполнены для выполнения этого квеста а у меня всего лишь 8 но почти девятый скоро к девятому приближусь кстати вот выполнил один квест и я получил лечебный стимулятор 4 штуки хотел продать дорого стоит но на продажу не получается никто не хочет их покупать а буду сам использовать вот как раз стычки с кабаном я его использовал прям моментального стра здоровья становилась вот какой-то мир он да есть безопасная спонтана вряд ли как он тут один живет мирон при баночек что те интересует мне пора идти ну ладно в палатке блин я побоялся тут жить тем более палатка без входа как ты туда заходишь ну двинем дальше а наш так как наш путь лежит как нам лучше пройти тут в принципе недалеко вот по этой дороге пройти пересечь и напрямки а что тут есть может быть какой то есть развалины обиталище папаши папаш я знает вроде паук какой-то не будем мудрить выйдем на дорогу и пойдем по дороге уже дальше места я эти не знаю поэтому ближе к дороге мы держаться так мутант какой-то за мной блин хорошо что у меня фракция охотник я вижу мутантов прям как знал что нужно именно эту фракцию выбрать но в принципе мне она близко по духу я люблю исследовать зону на мутантов охотиться двигаем вперед тут у нас речка и конечно же переход на ту сторону мутантов вроде не видно противогаз на мне да на мне мостик какой-то хлипкий но другого нету пойдем дальше тропинка нас ведет куда идет непонятно ну пойдем пока пока есть тропинки пойдем по тропинкам опа а это что такое муть как это впереди какой-то одемка оденем к лучше на всякий случай противогаз активируем его вот у меня всегда одета вот я его активировал верхнем правом углу появился 85 и 5 это фильтр фильтр тут заменяемыми то есть ты можешь его заменить одеть новый вот 85 процентов фильтра еще есть поэтому ох ты куда я перехожу понятно так я не знаю почему была загрузка экрана перехода ну наверное это переход на другую локацию ну да безопасная зона все верно то есть мостик это переход давайте поставим точку как мыть маркер чтобы знать то есть карта вроде как бы себя отображается но все-таки вся эта карта поделена это понимаю на какие-то зоны все я покинул безопасную зону ох противогаз отключу теперь это понимаю на другой стороне другой локации ну что же что же интересно конечно аномальные зоны преподносит нам сюрпризы нам не нужно в развали нам нужно вот сюда в развалинах может быть что-то интересное сбегать до развалина там уже видно будет может быть какая-то там точка сохранения есть может быть какое-то поселение сталкеров тем более здесь недалеко если я переходил на другую мини локацию значит у меня точка сохранения будет около этого моста если вдруг я и умру в этом ничего страшного не будет по логике вещей да но опять же повторюсь я тут еще новичок мало все знаю тут как что происходит что тут вообще творится только постигаю азы изучение до аномальной зоны поэтому мне показалось показалось поэтому двинем в развалины тому какой-то густой туман вдалеке я вижу опять вот этот зеленый туман это по-любому какая-то аномальная область или что-то опасное пойдем к не спеша нет тут явно поселение stalker не может быть тут мутанты обитают это уже видно что же за развалины что тут раньше было какой-то поселок небольшой какие-то мутанты жук для таких мутантов и нужен хороший дробовик я конечно продал а свой обрез а рюкзак все-таки не резиновый но ппш таких мутантов не берет они бронированные с броней что тут может интересного быть активируем противогаз на всякий случай пойдем пошаримся прозвально но я не думаю что здесь будет что-то интересное это нет какой-то ящик маленький один антидот опа неплохо антидот антидот пусть будет здесь на слоте опасное зараженное место я думаю стоит отсюда свалить нечего нам здесь делать у нас есть своя цель надо исследовать а это значит бежать обратно сейчас пауки вот эти не пауки а кто вот эти маленькие мутанты не знаю пока еще как они называются до жуки я их не буду разделать ухта тут полно валим отсюда а вот это уже интересно это что у нас спортивная сумка карбюратор а ладно заберем все пока вес позволяет и слоты в рюкзаке а там будем разбираться мне еще нужно резину найти вот где найти резину по одному заданию торговцу нужно найти резину где найти ее я почему-то думал вот покрышки старые можно обыскать ухты вот нельзя их вообще прострелить бежим 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 быстрее быстрее а ну-ка ножиком если присесть но ножиком получше конечно ох не успел жесткий тут мутанты ну как я и был как я и думал что я окажусь около этого мостика все мы теперь знаем что туда идти нельзя туда можно идти конечно но не с таким оружием как у меня пойдем сразу на болото блин а на болоте если таких мутантов много ппш конечно вещь хорошая но не для таких мутантов ладно разберемся мне в любом случае нужно этот квест пройти там очень много опыта дается я как раз могу получить девятый уровень и купить себе дробовик именно тот который я хочу себе интересно конечно тут все сделано зависит от уровня твоего сталкерского умения сможешь ты тот или иной ствол экипировать сможешь ли ты с него стрелять или нет принципе логично пока ты сталкер неопытный иван чай о ты оружие крутой не можешь получить как более-менее опыт у тебя уже накапливается ты можешь купить какое-то более крутое оружие и ходить с ним нормально нормально крапива чай можно готовить я знаю пока еще сам не пробовал но на доске виду сталкеры продают всякий чай там много разные да интересные я пока здесь особо не готовлю хотя с другой стороны почему два-три дерево собой таскать не проблема скорее всего из-за этого и не готовлю все-таки это дополнительный вес дополнительный слот неохота его забивать именно деревом охота забить чем-то полезно мелкие мутанты тут бегают которые даже на пдау меня не отображаются давайте соберем иван чай так стоп а ну недалеко тут в принципе это кто из кто и побежал маленький какой-то мутант не злобный наверное мутант если даже на пдау нет поражается двигаемся дальше ну что-то мне подсказывает что на том болоте куда я иду там будет жесть ладно для начала дойдем до туда там посмотрим если уж там действительно жестко будет отложим до следующего раза 264 патрон у меня в рюкзаке и 71 магазине до скорострельность конечно не плохая ппш но патроны расходятся быстро ман я пока особо прям вглубь не собираюсь углубляться зоны думаю с ппш можно будет пройти вот я подхожу уже к этому болоту даже карту не надо открывать но я вижу квадрат этот который мне нужен где-то в центре болота находится g45 кажется да это где-то самом центре не зря наверное советует с двенадцатым уровнем персонажа туда идти там наверное очень много злобных мутантов будем надеяться они такие пули непробиваемые как кабана которую я встретил или вот этих мелких так это что какой-то типа снаряд а вот и мутанты обычной собаки не страшно нет противогаза думаю стоит тут активировать что это ящик пусто это что непонятно но мне нужно внутрь ох ё вон тот грузовик которым мне нужно дойти да надо было все таки по берегу обойти но да ладно вроде тут никого нету и не факт что он там будет та часть которая мне нужна ствольная коробка мне нужна так g46 а вот квадраты по я показывается на пта g46 а мне g45 нужно вот квадрат вроде мутантов не видно хотя здесь по-любому кто-то должен обитать вот и но а вот по по досюда дальше что давайте откроем задание благодарности так рекомендуемый уровень то есть возможно и можно найти в застрявшем военном конвой на болоте возможно то есть не всегда возможно может быть а может и нет может придется какое-то время подождать я даже не знаю вполне возможно тут есть какие-то еще ящики вот один ящики нашел на берегу где-то еще есть ящики я думаю надо все болота прочекать по берегу пробежаться вокруг опа какой-то новый мутант сожрал меня вот чё это за ящеры вот панцирь ящера нужно для покраски вот дети ящера обитают теперь мне все понятно да жестко конечно и они плюс еще к тому же вот для чего нужен антидот все ясно в лоб их не пробьешь их надо или в голову или в бок бить как-то так вот я умер а где тут ближайшая точка сохранения радиотелескоп а может быть отсюда ближе будет идти от радиотелескоп обойти болот вокруг радиотелескоп там по-любому должны быть сталкеры одного ящера то я убил все таки вот бы облутать его но я умер там где убит ящер если повезет получится облутать его ну что же вернемся мы на этом не сдадимся конечно зря наверное все таки обрез продал пыша конечно хорош но против таких мутантов это вообще жесть конечно ну поглядим поглядим по крайней мере попробуем спрятаться на грузовике на самом грузовике ну да они туда могут доплюнуть но по крайней мере не забодают я попробую их в бок убить или сзади зайти чтобы убить его спину вот бы у них у всех бронированные полиса лиса лиса бежит ладно пусть бежит он не особо не нужно да и патроны тратить как-то не охота теперь я знаю зато где ящер водится хочу себе покрасить экипировку там такой камуфляж красивый есть да там разный камуфляж вот кабан тоже не убивается сожрал меня ё-моё жесть в лоб вообще никак этих мутантов не убить а куда же им стрелять то надо в бок по ногам по пятачку может действительно в пятачок стрелять я почему-то думал что это обычный кабан нет это совсем не обычный кабан ладно плохой опыт это тоже опыт по крайней мере буду знать что здесь опасно реально и мутантов нужно по возможности обходить патронов у меня осталось блин два магазина два с половиной магазина не так уж много срочно нужен троповик ладно купим я думаю мы купим наверно опять обрез деньги то есть у меня на обрез ах ты сожрал мне короче в очередной раз это же есть нет я сталкеры я чувствую меня тут по ничего не светит действительно 12 уровень а кордон кузьмича тут рядом там можно прикупить патроны ну что вернемся за патронами других вариантов я не вижу так переместился я опять на другую локацию да это точка перемещения ну и рвём когти на кордон кузьмича я не знаю продается но там оружие не обратил как-то внимание но там точно продается патроны аптечки и все это я там куплю потом пойду обратно кабанов теперь буду обходить а вот ящеров ящеров можно убить очень же мне уж ящера вот эти интересуют ну и конечно ствольную коробку можно найти хорошо здесь есть кордон можно закупиться ну здесь около кордона безопасно относительно безопасно относительно безопасно если у нее в продаже есть дробовик то наверное куплю можно даже не обрез купить а вертикалку она все-таки вдаль получше будет стрелять ну ладно посмотрим сейчас так сколько у меня денег на счету 9400 нормально денег тут вообще как нифиг делать можно заработать поработал в шахте пострелял кабанов недалеко от солнечного города тем более когда у тебя все есть оружие патроны в принципе больше ни на что тратиться не нужно просто великолепно а хорошо что здесь рядом кордон кузьмича очень хорошо поэтому став family будемやって обрезать значимость все-таки вы можете вы какие-то какие-то вы 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 извините вы сталкер какой-то 15 уровень так ну что мы в безопаске погнали кузьмичу будет действовать в продаже есть что интересное покажи мне свои товары нет оружия не нет у него только кастет и ножи ну что выбора нету будем там мутантов обходить так что у нас тут по аптечкам по аптечкам по аптечкам какие аптечки большие купить по 50 да ладно деньги есть куда 6 10 у меня будет давай еще наверно так винты есть да по большому счету аптечки только больше ничего не нужно патроны 760 225 а тут разные патроны есть 762 25 так кучность 155 урон 3070 урон 4080 а у меня какие нет у меня как раз все такие где урон побольше идет пронебойность 7 и 2 а мне нужно пронебойность именно патронов а у меня те которые не пронебойность у меня патроны fmg у них урон побольше идет но пронебой это 712 а мне нужно аптечки 1020 пронебойность вот мне какие нужны патроны во тысячу патронов да-да тысячу патронов а вот эти продадим у меня конечно же перегруз но патроны я быстро расстреляю грязную воду мы выкинем пустую бутылку тоже выкинем нафига нам не уголь собачьем таскаем он берет что-нибудь траву какую нет ты не надо так это что такое карбюратор лишний вес нафиг ну что у меня теперь другие патроны а с более лучшей бронебойностью а вот теперь как раз и проверим на кабанах лучше будет не лучше того кабана и вообще убить не мог там немножко урон проходил сейчас если будет хоть какой-то урон проходить то я думаю и кабанов всех поубиваем кабаны мне особо не интересны мне вон те ящеры интересны пойдем напрямки нож как раз мутанта с третьим проверим то есть можно сказать это патроны бэбэшки у меня да ну так и есть а вот мутанты какие-то это о стоп а это как раз и есть эти ящеры маленькие есть о получше ну я не знаю какие там были большие маленькие ящеры но в итоге ящеров даже в лоб кошмарит яд ящера мясо ящера а ну значит и там мы прорвемся в лоб конечно то еще удовольствие в них стрелять но эффекты есть действительно разница патронов большая правда у меня сейчас перегруз что выкинуть мясо давайте уничтожим уничтожить тоже да и вот это все уничтожим да и надо куда-то в бок стрелять ну как как стрелять бог когда они бегут прямо тебе пока зайдешь тебя сожрут так что это был поврежденной кожей ящер не не то коготь ящер не то испорчено мясо не то мне панцирь нужен но я наверно тоже нужен кожаная тоже подойдет коготь пусть будет вес у нее небольшой так воды выпьем ох прям мощно мощно и тут разошелся где еще один был не знаю может быть это как бог так зашел он тут от кордона кузьмича даже отходить не нужно не знаю для чего вот эта кожа ну так как она синяя мне кажется все таки она для покраски нужно много компонентов именно ящера нужно для покраски но если что продадим вот еще ничего интересного как 70 стоит а это сколько стоит 35 базовая цена а это 35 ну не знаю не знаю нужны ли мне такие ресурсы ну ладно раз охотимся тут почему бы и нет где-то еще один бегает ящер такое чувство как будто он от меня убегает ухи и такое чувство вот месяца сожрут вон они бегают придется так Конечно, тут и мясо нужно Ух ты, какие черепа И мясо нужно собирать Ну, я столько не дотащу просто Блин, а тут через речку я не пройду Где я вообще нахожусь-то? Ну-ка давайте карту глянем Ох, я совсем далеко ушел Да, что-то прям увлекся охотой За патронами можешь вернуться пока здесь А, ладно, всегда успею вернуться Тем более я не собираюсь прям глобально так охотиться на них Я проверю, что да, патроны действенные В БПшке Теперь знаю, где ящеры находятся Ну, давайте мы вот тут метку поставим Ну, посмотрите, еще яд и вот эти А поврежденная кожа, она вообще нужна? Продается в продаже Стоит ли каких-то денег? Может быть, зря на них охочусь? Ладно, это в дальнейшем будет видно Ну что, здесь переход уже на другую локацию По этому же мостику вроде бы, да? Нет, это оказалось не тот мостик Я вот резко телепортировался Перепортировался С одного конца на другой Это я ставил на паузу, чтобы не было Переходов Долгих Да, что-то я туплю Я же метку поставил совсем в другом месте Переход на другую локацию чуть дальше Такой телепорт С одного берега на другой Вот здесь он Вот я и на другом берегу реки Пойдем посмотрим Пойдем на прямки Да, на прямки От кабанов, я думаю, теперь отобьюсь Но лучше, конечно, буду их обходить Ну их нафиг, этих кабанов Жесткие они какие-то Хотя здесь респ недалеко Если что, умру Ничего страшного в этом нету Пока никого, вроде бы Пробежимся Не, ну его нафиг тут бегать Выбежишь прямо на кабана Лучше пешком пойдем Жесть, конечно Аномальная зона прям опасная Совсем не похоже на ту другую Аномальную зону, где я привык выживать Совсем И это интересно Для сталкера Опасности всегда интересны Так, вот мутант какой-то Есть! Заколбасил я его Все-таки ББшки рулят Ох, какой кабанер Ну-ка Хорошая шкура кабана Хорошая? Ну хорошую возьмем Базовая цена Сорок Весь магазин ушел в лоб Ну если в бок ему стрелять Атак дома меньше уйдет Но тут вариантов не было Или он меня Или я его Не, все-таки ППШ нормальный Я что-то начал сомневаться Немножко в ППШ Но тут проблема была не в нем А именно в патронах Патроны поменял И все стало дип-топ Кололся антидот на всякий случай А мало ли Я чуть-чуть 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 Убил Прям почти Почти Поздно я его заметил Поздно Ладно Я два бинта потерял Там, да? Ничего страшного Вернемся И добьем его Но тут мутанты Могут регенерировать Вот в чем фишка Но на то они мутанты Поэтому и бегать здесь нельзя Чтоб мутанты издалека заметить Он еще появился Прям за мной Прям я думаю Ё-моё Сейчас вернусь На место своей смерти Там должен как раз Это кабан быть Посмотрим Посмотрим Насколько он восстановил Своё здоровье И получится ли Убить его в этот раз Вот он Вот он Впереди где-то Я прям на него выхожу Отлично Магазин Магазин И кабан Большой клык Возьмем Хорошая шкура Возьмем Мясо не будем брать Да А может и моё А может и моё Может в предыдущий раз Когда я умирал У меня небольшой перегруз есть Но это не смертельно А где-то здесь я умер Вот Всё Хочу лишний раз Или рискнуть Нет Нет Обойдём Обойдём Рисковать не будем Лучше издалека их Ах Издалека не получится Костички доваляются Чё это такое Аномалия что ли Электрическая Или что это Стреляют где-то Где мутанты-то Я их не вижу Рванём-ка мы сразу В озеро К грузовикам Вон на берегу они ходят Вон там где я их встречал В предыдущий раз Нет Я их не там встречал Кто тут охотится на них Такое ощущение Да Точно Тут сталкер Он тоже что-то ищет Может быть ищет как раз то что я Или на ящеров Нет Он на ящеров Ого Один выстрел Всё Мутант лежит Да Наверное Да Точно Сталкер охотится на ящеров В предыдущий раз Я хотел обойти болото По краю Но что-то я уже боюсь Как-то О, это не мой рюкзачок О, это мой рюкзачок Вот здесь меня ящер В тот раз сожрали Вот-вот впереди Какой-то ящер А кто тут ещё может быть Только он Будем надеяться Что он один Двое Есть одного Убил А где-то ещё двое Давайте быстренько разделаем О, как раз то что нужно Ё-моё Взять всё Так Это Кожа ящера Рог ящера А, а мне Мне панцирь ящера нужен был В реке аномалия какая-то Так 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 Там были маленькие ящеры Где я охотился В предыдущий раз А тут уже крупные Вот он Вот он Сожрал меня Ё-моё Но я что-то добыл Я добыл Кожа ящера Вот кожа ящера нужна Я точно знаю Повреждённая кожа Обычная кожа А мне нужна Не кожа ящера Мне панцирь ящера нужен Теперь понятно Что там сталкер делал Охотился Яд ящера Ну что Мощно Мощно Конечно Ну я видел Он с какой-то пушкой Прям с неплохой Бегал Бум-бум Ящер лежит Бум-бум Ящер лежит С ППШ Конечно далеко не уйдёшь Давайте попробуем добраться До радиотелескопа Далеко конечно Но вдруг там будет что-то Какое-то поселение Поселение Сталкеров Так а это что такое Точка зяти квеста Бродячий торговец Ага Посёлок Сосновка О, а вот что это такое Точка зяти квеста Валера Бонус Посёлок Сосновка Мне кажется В посёлке Сосновка Будет Какое-нибудь Логово сталкера Ну как логово База сталкеров Пойдём вдоль речки Дойдём до туда Есть у меня такое подозрение Что там будет база Но не факт Далеко мне конечно же идти Но Пойдём посмотрим В любом случае Я рядом с кордоном Здесь нахожусь Рядом С точкой Где можно купить Боезапас Аптечки Если что Закупимся К ящерам больше не пойдём Мы поняли Что с них можно Неплохой лут выбить Но С моей пукалкой Туда ещё рано ходить Дробовик нужен И не та пукалка Которая у меня Была до этого То есть не обрез А какой-нибудь Хороший дробовик Вот тот же самый МП-133 Сколько там Или 4 Или 6 Зарядов в нём Если ещё Не дробь поставить А пулю Не знаю Есть ли тут Пули в продаже Но если есть Тогда это будет Мощно Пойдём в посёлок Сосновку Посмотрим Кто там Если уж Дойдём То там и останемся Если нет То Пойдём На базу Кострю Так Попить что ли У меня осталось 9 аптечек Аптечек 6 бинтов Осталось И В принципе Всё Посёлок Сосновка Ну да Вот я в принципе Правильно Иду Правильно Держу курс Ну так и будем Двигаться дальше Ё-моё Впереди кабаны А вот какие Обычные Или злобные Матёрый кабан 21 уровень Показывает Жёстко Конечно Обойти бы их Давайте обойдём Других вариантов У меня нету Не хочу тратить Патроны на них Да и нет шансов Что Я их убью Обойдём Продолжение следует... Ночь уже Скоро темно будет Так, я хотел с другой стороны Озеро обойти Но там кабаны Я боюсь туда идти Если честно Тогда пойдём С этой стороны Тут как-то Огорожено всё Странно Странно До катастрофы Наверное Какая-нибудь База отдыха была Так, стоп Я внутрь зашёл Нет, внутрь Не нужно заходить Пойдём снаружи Неизвестно Кто там водится Может быть Там куча ящеров Ё-моё Там походу Не там куча ящеров А здесь куча ящеров Валим отсюда Может быть Внутри Пройти Интересно Свет привлекает Мутантов Нет А если там Не будет выхода О, тут какой-то 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 Подождите Это может быть Не мутант А какой-то Милый Всего лишь жук Может Жук не опасен Какой-то домик Ну вот здесь Мы и порыбачим Смешно Надеюсь Они внутрь Зайти не смогут Труп крысы Дверца стола Давайте обыщем Штопор Нафига Мне Только место будет занимать Дверь закрыта Труп крысы О, дверца стола 9-18 Не те патроны А вот тут Что-то еще Интересное Блесна Рыболовная Катушка Тут можно рыбачить Не знаю Не знаю Открывашка И консервы По крайней мере Я перекушу Стоп, я здесь не помню Не пройду А по болоту Если На ту сторону Давайте Фонарик отключу Я не задохнусь ли здесь? Будем надеяться Что нет Успею я перейти Не задохнувшись Урон 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 идет Давай Сталкер Еще немножко Да блин Ух, прошел Прошел на ту сторону И вот И вот как раз Поселок И вот как раз Там есть Сталкеры Ну или хотя бы Есть какой-нибудь домик Где можно будет отдохнуть Мутанты Мутанты тут точно есть Валим быстро В поселок Ё-моё Да тут их полно Мутантов А что за мутанты? Я прям В самую гущу Уйду Кто-то за мной бежит Маленький трупоед Ё-моё Сталкер Давай шустрее Беги Беги Нет В общем Меня сожрал Какой-то маленький трупоед Блесну Открывашку Потерял Проблематично Ну что же Мы наверное здесь и останемся На кордон надо вернуться Сейчас посмотрим карту Кордон Кузьмича Немножко я не дошел До поселка Сосновки Стоп А может быть до кордона дойти И пройти по той стороне А потом выйти вот тут через мост И тут сразу посел Если там мост такой же Как и тут С точкой сохранения То мне тут будет ближе Тут до шахты недалеко Точно Так наверное сделаем Вернемся на кордон Но это уже в следующий раз Останемся здесь Здесь безопасная зона Здесь не страшно Здесь и переночу На этом все Бродяги Всем до встречи Всем пока Увидимся в зоне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok